Микс Ньюс. Утро на Волткове. У нас в гостях Александра Лина, которая расскажет нам много интересного. Были вы у нас какое-то время назад, рассказывали про фестиваль в рамках столетия ВЭФа. И вот как прошли, они проходят до сих пор. Продолжаются ли, будут ли еще мероприятия. Доброе утро. В ВЭФе все прошло замечательно и, конечно, продолжается еще. Мы были перед концертом, который был посвящен Органу Хамонт, праздник Органа Хамонт в рамках столетия ВЭФа. Я знаю, что в рамках столетия мероприятия продолжаются еще. Я знаю, что ребята из музея ВЭФа планируют Белую ночь. Ночь металла, если я правильно помню. А серия ВЭФ Джаз Клаб продолжается и будет буквально на этой неделе концерт в рамках фестиваля Рига с Ритми. Ну и мы уже планируем осеннюю серию. Уже запустили в продажу три мероприятия в сентябре, октябре и декабре. Ну, кстати, вот про музей ВЭФа я не знала, что он существует. И только когда попала на мероприятие в Дом культуры ВЭФ, тогда там замечательный музей. Вообще всем советую, вот лично от себя. Мне кажется, очень интересно. И детям в том числе. Он такой маленький, камерный, но там очень много интересных экспонатов. Это правда. Ну, вы нам пришли рассказать еще и про фестиваль Берга Базарс, который на протяжении всего лета, такое разделение идет на три месяца, межжанровая музыка. Это был июнь, впереди еще два месяца июля, август. Что они нам принесут? Нам, вам, слушателям? Ну, фестиваль происходит каждую среду. Это 12 сред, каждое лето, уже пять сезонов подряд. Это пятый сезон, замечаем такой маленький юбилей. И у нас сегодня начинается, сегодня среда, поэтому у нас торжественно начинается джазовый июль. Впереди август world music, мировой музыки. А это что это такое? Это концерты под открытым небом или... Совершенно верно. Однажды ребятам пришла замечательная идея. Меня, к сожалению, не было там рядом, пока она им приходила в голову. Я подключилась только в прошлом году, но есть такой красивый исторический дворик Berga Bazaars в центре Риги, в котором есть много ресторанов. И, собственно, там есть такой замечательный дворик. Над ним есть каштановое дерево, которое всегда увито лампочками, и все его считают символом этого дворика, этого фестиваля. Там есть три ресторана. Ресторан Trends, это новый ресторан, который в гостинице Bergs теперь работает. Андалузия Сунц и винный бар-гараж, которым всем вместе пришла в голову идея сделать фестиваль, поскольку три ресторана, собственно, ставят свои террасы под открытым небом. Вкусная еда, вкусные напитки и атмосфера. Ну и почему бы не подключить еще и музыку к этому? Поэтому каждую среду, летом мы встречаемся... Во сколько начало? С 7 до 10. Что это за музыканты? Как, кто проводит отбор? Или это те, кто были уже на протяжении прошлых пяти лет? Это новые музыканты или хорошо известные? Это известные музыканты. Некоторые из них были уже в прошлом году, но я старалась не повторять программу. И, например, в рамках джазового июля у нас сегодня выступает Беата Зведре. В следующую среду Аллес и Канты. 17 июля это будет коллектив джазатами. 24 июля квинтет Кристо Саженца и 31 июля Эквонимити Трио. Замечательные ребята. И в этом году мы немножко поменяли концепт. В 7 вечера фестиваль начинается более таким камерным сетом музыки. Более спокойным это дуэты в основном. А с 8 до 10 вечера в еще двух частях выступает основной музыкант. Там уже, если вы говорите, что первые более спокойные, там уже, видимо, ритмы такие, что тяжело сидеть на месте. Я думаю, что да. А есть возможности потанцевать? То есть там есть пространство для того, чтобы... Да, конечно. И у нас очень много кто, правда, приходит танцевать. Например, в прошлую среду был концерт Айвитолани. И они исполняли в ее стиле и танго, и многие другие композиции. И было много пар, которые, правда, просто вышли внезапно посередине квартала, начали танцевать танго под ее исполнение. А есть, могут ли просто зрители, например, если они там не хотят в этот вечер ни ужинать, ни выпивать ничего, просто проходя мимо, зайти, послушать музыку? Конечно. Вход на фестиваль свободный, поэтому можно просто проходить и понаслаждаться атмосферой. Август — это World Music. Что в августе будет? Какие исполнители? Да, прям-то кажется, что кто-то должен быть такой вот... Этнический какой-то. В августе мы будем слушать Еву Киревицу. Будем слушать Йоланту Губу Пашкевич с фаду музыкой, португальскими ритмами. Рихард Слебе — это оркестр. Оркестр ему называют свой квинтет, но по звучанию это практически, правда, оркестр. Что они будут играть? Они будут играть многие этнические композиции, но в основном это будут латвийские композиции других народов. И фестиваль закончится квартетом «Триманос». Они начинали в прошлом году как трио. Они подключили еще и барабаны, кроме перкуссии, кроме всего остального. Это тоже прекрасные парни. Чилиец, бразилец и двое латвийцев, которые все в Латвии уже много лет живут. И они будут что играть? Такое интересное сочетание. У них микс. У них микс и чилийской, и бразильской музыки. Помноженные на латвийскую гармонию и барабаны — это что-то такое совсем солнечно-интересное. А сколько вообще вмещает, какие есть возможности вместить публику на этом пространстве, площади? Я думаю, что площадь эластична становится, когда звучит хорошая музыка. Несколько сотен точно помещается. Здорово. Ну, то есть можно приходить смело, не опасаясь, что места не хватит. Совершенно верно. Вы сказали, что некоторая камерность тоже присутствует. А что с детьми, например? Насколько они могут помешать, не помешать, приветствуются, не приветствуются? Это оба мероприятия, поэтому у нас очень много кто приходит с детьми, и вот дети как раз-таки начинают танцевать первыми. У них точно отсутствуют всевозможные комплексы, мне кажется. Да, и это очень здорово, и музыкантам сразу такая улыбка, когда они на сцене, когда они видят, как детям нравится их музыка, и это здорово. Вот эта специфика, то, что это три ресторана, все-таки это, ну вот, скажем, концерт или фоновая музыка для того, чтобы пара могла прийти, там, скажем, ну, на какой-то романтический вечер, ну, просто посидеть в ресторане. Насколько, может быть, ну, вот музыканты, у нас была просто в гостях Эвелина Протектора, у нее была даже фраза, что лучше живать, чем говорить, что музыканты могут смириться с тем, что, ну, публика ест во время выступления, но вот, конечно, громкие разговоры, там, ну, как бы, обижают, что это какое-то невнимание. Ну, к сожалению, для музыкантов, действительно, то, что во дворике Бергса три ресторана, и они немного задают тон этому всему, к сожалению, да, люди приходят туда покушать и понаслаждаться вечером во время того, как идет концерт. Но мы придумали так, что все-таки концерт ставится во главу угла, концерт все-таки важен, особенно, вторая и третья часть, особенно основной музыкант. То есть они могут прийти, может быть, немного заранее, потому что, конечно, рестораны работают весь день. Они могут прийти заранее, они могут заранее заказать ужин, покушать, поболтать со своими друзьями или, там, бизнес-партнерами. И к моменту концерта, я надеюсь, они внимательно слушают. — Как вы определяли, какой месяц для какой музыки будет выделяться, какими моментами вы руководствовались? — На самом деле, совершенно внезапно. Нет вообще никаких критериев для этого. И когда фестиваль начинался, у него не было таких каких-то гайдлайнс по месяцам. Но вот мне в прошлом году показалось, что это как-то интересно, что можно как-то структурировать. И нет вообще абсолютно никаких причин, почему, например, июль — это джаз. Ну, вот так в этом году. — Ну, тяжело ведь собрать, наверное, музыкантов одного направления в один месяц, у всех свои графики. Надо же как-то подстраиваться. Как долго вот это все шло, согласование со всеми? — Ну, собрать, на самом деле, музыкантов в любом случае, конечно, собрать структурировано как-то не так легко. Тем более лето — это сезон. Но мы начали думать об этом уже в декабре, и поэтому к январю программа была, в принципе, готова. — То есть так достаточно быстро все получилось. — Совершенно верно. — По поводу реакции музыкантов на латвийскую публику, всегда я задаю этот вопрос. Вы сказали, что там и португальцы, и бразильцы, и всевозможные музыканты, они уже привыкли к латвийской публике, что, возможно, мы не очень эмоциональны, возможно, мы не очень... — Не сразу, там, бросаемся в пляс, там, криками, там, поддерживаем. То есть, ну, такая более сдержанная такая... — Наблюдаем. — Ну, вот, вы знаете, я, на самом деле, в музыке работаю уже почти 9 лет, и все иностранные музыканты, с которыми я работала и которых я знаю, все комментируют сдержанность латвийской публики, это вообще неизбежно. Но, например, вот эти ребята, с ними я разговаривала конкретно с двоими из Тримана, с чилийцем и бразильцем, которые говорили мне о том, что когда они приезжают, вот чилийц живет здесь 10 лет, если я не ошибаюсь, когда они приезжают домой к себе, к своей семье, чтобы просто навестить раз в пару лет, семья отмечает, насколько они стали серыми, тусклыми, спокойными, хотя для нас они все еще, вот я знакома с ними несколько лет, хотя для нас они все еще, ну, совершенно фейерверк эмоций каких-то, все в сравнении. Но они отмечают, да, что мы очень сдержанные, но, например, этот коллектив, я знаю, что многие другие коллективы тоже, которые в Латвии приезжают, они каким-то образом способны своей этой энергией не оставить возможности для нас как-то сидеть на месте. — То есть они могут раскачать даже наш? — Могут, но это нелегко. — Насколько вот сам выбор музыкантов был сложным, но вот кто решает? Есть ли какое-то, условно говоря, не знаю, там, жюри или там оргкомитет, который говорит, что нет, вот этого мы не возьмем, этого возьмем музыканта? — Ну, я на самом деле была очень счастлива тому, что мне доверили составлять программу полностью. Конечно, оргкомитет, который состоит из Бедри, Бесмова-Берга-Базара и из всех трех ресторанов, конечно, им важно, что будет звучать, им важно, чтобы это было что-то хорошее, что-то качественное. За это я отвечаю, но, конечно, они посмотрели, послушали, прокомментировали что-то, что они хотели, не хотели слушать. Но комментарии были совершенно минимальными, поэтому... — Ну, то есть, вот, скажем, условно говоря, вечер тяжелого металла, нью-металла, вот, возможно ли там месячник такой вот, когда... — Нет, нет, нет. — Ну, то есть, есть вот определенный все-таки музыкальный стиль, который ассоциируется с ресторанами? — Ну, конечно, это не один стиль, но вот в этом году это три, например. Межжанровая музыка, что, собственно, не то, чтобы даже стиль, просто то, что, скорее, нельзя включить в какие-то другие рамки. — Джаз, но тоже не любой джаз, я туда ставила, там нет совсем фри-джаза, нет совсем экспериментального чего-то. И, ну, вот, world music — это что-то, что каждый на свой вкус может как-то найти. То есть, не было таких очень жестких каких-то критериев, но, конечно, мы старались, чтобы лето и что-то прям невероятно сложное... — Ну, то есть, а классическая музыка, останется ли она в стороне? Или, может быть, хотя бы на следующий год? — В этом году в стороне, но на следующий год можно об этом подумать. Спасибо за идею. — Насколько тяжело все это обеспечить? Все-таки там место, которое не предназначено, надо делать сцену, или это не сцены, они там просто присутствуют, просто технику подключаете, микрофон, и как все это выглядит? — У нас, конечно, стоит сцена, она небольшая, но на нее помещается удобно, легко, коллективы, там, до восьми человек, наверное, и... — Это каждую среду надо по-новой ее делать, потом разбирать? — Сцена стоит там все лето, сцену мы не собираем, не разбираем, конечно, ставим свет и звук каждую среду отдельно, но для этого у нас работают замечательные ребята, которые это все качественно делают. На сцене есть крыша, что совершенно важно, имея в виду наши погодные условия на всякий случай. — Были ли, вот я сейчас, кстати, не вспоминаю, вам везло, потому что пока, в общем-то, достаточно сухое лето было, вам везло, каждую среду было без дождей? — Ну, вот сегодня мы смотрим прогноз, все ужасно переживаем, прошлым летом нам везло каждую среду, это 12 лет из 12, я смеялась, что я никогда так не молилась на погоду до этого, мы никогда так не загадывали все вместе, коллективно, чтобы она была хорошей. Пока нам везло этим летом тоже, я очень надеюсь, что это будет продолжаться. — Почему среда? Вот, ну, именно вот именно этот день недели, почему, ну, не чаще, там, два-три раза в неделю, почему один раз в неделю? — Ну, один раз в неделю, мне кажется, это довольно торжественно, раз в неделю, все знают, что всем надо собраться. Ну, я знаю, что до того, как я пришла на фестиваль, несколько лет назад они пробовали делать его по пятницам или субботам, мне кажется, по пятницам. Но поскольку это лето, очень много кто уезжает на выходные, скажем, а среда — это когда тот день, когда тот вечер, когда все могут насладиться вечером посередине недели. Это не слишком поздно, это можно прийти после работы, и фестиваль длится до 10 часов вечера, так что мне кажется, это хороший день. — Ничего не мешает потом еще остаться до фестиваля? — Да, можно совершенно верно остаться. — Насколько насыщена мероприятиями, музыкальными мероприятиями наша жизнь, вот насколько этот фестиваль чувствует себя, ну, вот в контексте остальных, что когда человек, ну, может выбрать, а вот схожу-ка я туда-сюда, или, может быть, вот на фестиваль Бару Габарат, базар? — Ну, летом вообще мероприятий больше, и Open Air тоже больше, но, скажем, есть какие-то другие исторические кварталы, такие как Counting, которые празднуют в четверг. Поэтому мы не конкурируем, а даже скорее дополняем друг друга. Мы знаем, что вот у нас что-то в среду, у них что-то в четверг, это замечательно, человек может прийти и на один, и на второй концерт. — Вы сами сказали, что это исторический такой дворик со своей историей какой-то вы изучали до того, как туда прийти вот с этим фестивалем, или просто для того, чтобы, возможно, там иностранцы спрашивают, а что, почему здесь, что здесь было? Потому что знаем, в том же вот аккаунт, что вы упомянули, что там, конечно, да, и деревянная архитектура, и есть какие-то таблички, можно почитать о том, что здесь было, почему так сложилось и прочее. — Да, совершенно верно. Я, во-первых, изучала, во-вторых, ну, есть много, на самом деле, интересных историй. Не все из них, оказывается, я знаю до сих пор, и все ли можно знать. Потому что, скажем, буквально неделю назад, в прошлую среду, я познакомилась с одним из охранников, который работает там, который заботится о том, чтобы была полная безопасность не только на протяжении фестиваля, а вообще каждый день. И он мне рассказал, скажем, что в том здании, в котором сейчас вот они обитают, в котором охрана, в котором офисы, в 72-м году он рассказал мне, там находилась мастерская обувная с техникумом, в которой он сам заканчивал. Я рассказал, там, про квоты на две поробы в день, и, во-всем, истории, я думаю, в этом квартале хватает. — Расскажите еще что-нибудь интересное, что, возможно, тоже с музыкой как-то связано. — Ну, вот про это я, наверное, ничего не расскажу, наверное, ничего не знаю. Только могу надеяться, что, может быть, кто-нибудь еще мне случайно там встретится, кто что-то расскажет. — Именно про Берга-Базар. А скажите, какая публика приходит, то есть это больше иностранцы, публика молодежь, семейная пара, ну, то есть вот есть ли какая-то уже, не знаю, не статистика, не статистика, но просто вот наметанным глазом, кто идет? — Ну, в принципе, мне кажется, что вообще очень многие, потому что и у каждого ресторана есть своя аудитория, которая просто так к ним приходит, а тут еще и фестиваль. — Я знаю, что некоторые рестораны говорят, что есть такие пары, ну, это чаще всего пары или компании друзей от, скажем, 25 до, там, 55 лет. Ну, тоже довольно широкая аудитория, которые заранее в начале лета резервируют столики на все 12 сред. Мне кажется, это совершенно замечательно. — So sweet. — Так и время с пользой проводят. И с друзьями, и еще и хорошую музыку слушают. — Так и есть, потому что и с детьми, и с семьей, и люди постарше, и люди помладше, и очень много кто. — Пятый сезон — это юбилей. Есть ли у вас уже какие-то мысли о следующем сезоне? Знаю, может, резервировать надо артисты, особенно, да, которые такие маститы, надо их заранее, сильно заранее. — Ну, я думаю, что мы пока, на самом деле, я не буду скрывать, не начинали думать о следующем сезоне. Он будет. Это обязательно. Я думаю, что мы останемся на средах, при средах. Это тоже, мне кажется, очень хорошая идея. — Я думаю, что мы где-то ближе к концу июля, начало августа будем думать о том, конкретно, что мы, кого мы будем принимать у себя, и будем согласовывать, может быть, с какими-то иностранными артистами на следующий год какие-то графики. Вдруг кто-то будет в Латвии или рядом с Латвией, и мы кого-то сможем к себе пригласить. — Ну что ж, спасибо большое организатор мероприятия фестиваля в Берга Базарс. Александра Ильина была у нас в студии. Каждую среду с 19 часов можете приходить и наслаждаться июль. Это месяц джазовой музыки. В августе ждет месяц World Music. Так что приходите обязательно, если у вас будет такая возможность, вход бесплатный.